Школьные учителя, педагоги дополнительного образования, детские наставники собрались в 10-й школе, чтобы дать старт проекту «Фокус на новое поколение. Лучшие практики воспитания». Для тех, кто работает с детьми и подростками, формирует приоритеты воспитания, каждый день вовлекает ребят в различные активности. В качестве спикеров выступили саровские специалисты и приглашенные гости. Мы сегодня, собственно, здесь рассказали о тех возможностях, которые сегодня предлагает движение первых, всероссийский проектор «Навигаторы детства» для школьников, для педагогов, для родителей, ну для того, чтобы быть созвучны в тех действиях, которые мы выполняем совместно. В Сарове развитию молодежных и детских общественных организаций всегда уделяли большое внимание. Как отметил Вячеслав Амосов, все традиции, заложенные еще несколько десятилетий назад, сегодня активно и грамотно встраиваются в федеральную повестку. У Сарова однозначно есть свой почерк, есть свое лицо, узнаваемость. И в контексте развития и детского движения, и движения первых, и работы советников по воспитанию, да, коллеги всегда показывают очень такой практический результат, что является подтверждением качественной системной работы. И с коллегами мы на уровне региона совместно тоже сотрудничаем для того, чтобы опыт транслировать не только в регионе, но и на уровне страны. С этого учебного года в стране реализуют проект киноуроки в школах России. О его целях и задачах сыровским педагогам на форуме рассказал один из создателей этой программы Василий Яицкий. Главная идея рассказать о созидательных качествах личности, всего их 99, через короткометражные фильмы. Их создают на благотворительные средства, полученные за сбор макулатуры. Это еще одна связанная акция киноэкологии, к которой активно подключаются школы. Миллионы детей становятся сопродюсерами фильмов и создателями системы воспитания. Наши фильмы вдохновляют через эмоции делать что-то полезное для других. За 6 лет мы собрали порядка 80 миллионов рублей на макулатуре. Мы ее превратили в 50 фильмов короткометражных, художественных, воспитательных для вас, для наших детей. И поэтому сегодня мы с этой акцией в Нижегородской области. Сейчас мы с вашей помощью в том числе собрали практически 100 тонн макулатуры. 12 тонн дал Саров. Затем участники интенсива продолжили общение на тематических площадках. Заместители руководителя обсуждали принципы построения эффективной команды. Советники директора по воспитанию старшей вожатой планировали деятельность Центра детских инициатив. Классный руководитель делили с практикой проведения акции и участие в федеральных проектах. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.